Большинство из нас, скорее всего, пользуются телефонами. И если вы пользуетесь телефоном, вы уже понимаете одну простую вещь. Вот тот телефон, который у вас был до этого, имел меньше памяти, чем тот, который у вас сейчас. И вы можете быть уверены, что ваш следующий телефон будет иметь больше памяти, чем тот, что вы имеете сейчас. Ну, вот так вот интересно получается, что сегодня нашу память мы с вами отдали. Свою память мы передали в Google, в Википедии, а, может быть, еще чему-то на Интернете. У компьютеров, у телефонов все больше и больше памяти. А вот у нас памяти все меньше и меньше. Я думаю, что с библейской точки зрения это не очень хорошо. Почему? Потому что если мы с вами мало знаем, если мы с вами мало помним, то как мы сможем точно определить, куда нам следует двигаться? И какие трудности могут встретиться нам на этом пути? Ну, друзья, немножко вот как вступление к тому, о чем я хочу сказать, как немножко отвлеченное вступление, но все-таки побудит нас с вами к некоторым размышлениям. Вы знаете, вот что интересно, если смотреть на человеческую цивилизацию, историю человечества, то в нашей человеческой цивилизации было нескольких таких вот революций. И всякий раз, когда происходило какое-то большое изменение в обществе, эта революция была связана с информацией и технологией. То есть IT revolution. Вы знаете, когда происходит революция именно вот в этом, в информациях и технологии, то эта революция, она меняет все. И эта революция, она имеет такой системный характер, в отличие от других. И вот таких вот революций в информационных технологиях было несколько. Ну, я просто коротко напомню, друзья. Самая первая вот такая революция информационной технологии – это изобретение письменности. То есть как только люди начали писать. И вот с рождением письменности именно рождается цивилизация, человеческая цивилизация. И вот этот момент, в этот момент, друзья, цивилизация, она получает какое-то совокупное знание, то есть когда люди начинают писать. Дальше, друзья, кодекс как одна из форм книг. Ну, вы помните, наверное, там, с воскресной школы, может быть, вообще школы, что люди пользовались свитками. А и после свитков, только после свитков начали пользоваться кодексом. Между прочим, вот, ну, кодекс или вот такая вот сплетенная книга, оно связано с развитием христианства. То есть это христианское достоинство. То есть именно с приходом христианства люди отошли от свитков и начали пользоваться вот такими кодексами. А дальше еще одна вот революция – это, конечно, вот книга печатания в 15 веке, которая, в принципе, и сделала возможной реформацию. Потому что если бы не было книгопечатания, вот то, о чем думал Мартин Лютер, оно бы не распространилось так быстро. А была еще одна революция, вот не настолько заметная, но существенная, друзья, это рождение газеты. То есть вот когда родилась газета, когда появилась газета, вот это, друзья, повело или привело к появлению национальных государств. То есть до появления газеты это было княжество здесь, княжество там. Но как только появилась газета, то есть у вас появилась там Франция, Италия и так далее. А сейчас, друзья, мы с вами находимся в гуще революции, революции мгновенной глобальной коммуникации, которая, ну, потрясает цивилизованный мир до основания. И, в принципе, друзья, мы с вами еще не имеем никакого представления о том, чем все это обернется. Вот одна революция, которую я упустил, друзья, преднамеренно упустил. А вы знаете, это революция тоже, которая поменяла мир. Это изобретение алфавита. Изобретение алфавита. Ну, может показаться странным, да, друзья? Однако подумайте, а вы знаете, вот что было до алфавита? То есть до появления алфавита у людей были иероглифы. Иероглифы. Иероглифы, ну, и так далее, да, друзья. Обычно, если вот язык, в котором есть иероглифы, то иероглифы – это огромный-огромный набор символов. Ну, в принципе, на каждое слово один иероглиф, а, может быть, даже на каждый слог один иероглиф. Ну, и представьте себе вот язык, в котором вам нужно выучить 40 тысяч иероглифов. То есть если есть такое общество, которое не пользуется алфавитом, а пользуется иероглифами, друзья, вы знаете, что получается? Получается, что знанием обладают только маленькая часть людей. То есть есть элита, для которых доступно знание, а все остальное общество, оно не имеет знания. Ну, вот это простой пример, друзья, пирамиды египетские. Вы помните, друзья, они имеют вот такую вот форму, форму там треугольника. Вы знаете, чем это говорит? Это говорит о том, что вверху у нас есть фараон, а вот внизу все люди. То есть есть элита, которая обладает знаниями. А вы знаете, друзья, а вы знаете, вот почему я это говорю? Вам может показаться странным. Однако, друзья, вы знаете, есть библейские тексты, в которых что-то говорится мимоходом. И так легко это упустить. Ну, в принципе, текст, который я прочитаю, на который обращу ваше внимание, ничего такого особенного нет. Очень легко упустить, очень легко не заметить. Но вот, я думаю, для наших рассуждений, может быть, для нашего времени, это как-то, вам покажется, вот вам тоже немножко важно. Вот давайте снова вернемся в историю. Давайте, вот, предположительно, время книги исход. И вот сравним Египет как цивилизацию, да, друзья, как страну иудею. То есть Египет – это фараон, да, друзья, это пирамиды и это иероглифы. Небольшой процент населения умеет читать и писать. А вот теперь вопрос, друзья, а как же дело обстояло в иудее? То есть если в центре цивилизации, да, вот Египет – центр цивилизации, вот было так, а как обстояло дело в иудее? Ну, вот история о Гедеоне, друзья, есть такой сюжет. Опять говорю, сюжет, который вряд ли вы когда-то замечали. Гедеон ведет войну против маденитян. Его армия, они голодные, они останавливаются в городе, может быть, деревушка под названием Соков. Он говорит, дайте моей армии немного еды, мы собираемся там дальше идти на сражение. Люди отвечают, ну, сначала победи маденитян, потом мы дадим тебе еды. А он недоволен, пошел, побеждает маденитян и возвращается. Вот теперь библейский текст, друзья. Книга Судей, 8 глава, 14 стих. А что делает Гедеон? Захватил юношу из жителей Соково и выспросил у него. И он написал ему, князей и старейшин Соковских, 77 человек. Юноша в иудее, в деревне Соков, мог писать. 77 иудеи. Согласитесь, друзья, это удивительно. Гедеон 3 тысячи лет назад считает само собой разумеющимся, что можно остановить мальчишку в деревне на улице и попросить его написать. Я думаю, друзья, это очень важное свидетельство. Знаете, некоторые библейские тексты вот того времени, вот в этом смысле не звучат, в той культуре звучат очень вызывающе. Пророк Исаия пишет и говорит о народе израильском, народе Божьем. Говорит, что все твои сыновья будут научены Господом. То есть он говорит, в нашем обществе нет различия, в нашем обществе все наши дети знают Господа. Все наши дети умеют читать и все наши дети умеют писать. То есть не просто грамотная элита, но каждый человек в принципе сможет читать и писать. Друзья, вы знаете, вот мы с вами, вот как христиане, как бы то ни было, многим обязаны вот иудеям Бетхого Завета, евреям Бетхого Завета. То есть это наше наследие, наше богатое, глубокое наследие. И я думаю, вот с этим стоит считаться. Ну еще одна маленькая деталь вот по поводу еврейского языка. Алфавит еврейский, ну как вы, наверное, слышали много раз, когда пишут именно письменность, у них нет гласных букв. Ну вот представьте себе, вот перед вами, пусть будет даже текст на русском языке, да и в нем не будет гласных букв. То есть как евреи вообще читают? Как это возможно прочитать? Знаете, есть очень интересная особенность. Ну между прочим, опять мимоходом, алфавит, то есть если в языке нет гласных букв, то люди пишут справа налево. Это еврейский язык, арабский язык. А все алфавиты, где есть гласные буквы, люди пишут слева направо. То есть вот такая вот разница. Между прочим, ученые говорят, что это фундаментальная разница в том, как развивается разум человека, мозг человека. Итак, вернемся к еврейскому алфавиту. То есть что делают евреи? Как они определяют смысл слов? Ну вот нам с вами, если есть гласные буквы, мы должны посмотреть просто на слово, и нам будет понятно, не так ли? Знаете, для евреев нужно сделать целую работу. Им одного слова недостаточно. Им нужно прочитать предложение, им нужно прочитать абзац, а может быть и всю главу, чтобы понять смысл одного слова. То есть евреи берут вот столько и потом приходят вот к столько. То есть евреи собирают вместе. Друзья, это очень интересное, очень особенное отношение к библейскому тексту. То есть вот так евреи относились к библейскому тексту из множества, друзья, они собирали. Интересно, греки, другой алфавит, алфавит с гласными буквами. И, конечно, вот грекам мы обязаны наукой. Наука, в свою очередь, друзья, она разбирает вещи до деталей. Друзья, вот еврейская вера, вот то, что еврейская вера дала цивилизации и человечеству, еврейская вера дала возможность людям собирать все вместе. То есть если наука разбирает все, то религия, особенно библейская религия, религия Ветхого Завета, друзья, она помогла собрать все вместе. И, между прочим, именно евреи, которые знали библейский текст, которые вот так относились к библейским текстам, первые увидели смысл в истории. То есть для них история не была просто наукой, не просто история, друзья, они первые увидели смысл истории только потому, что, друзья, у них была Библия. И они могли вот из множества что-то собирать вместе. Но, друзья, это только вступление, потому что я хочу сказать немножко, чтобы, вы знаете, как-то мы тоже с вами могли подумать о времени, в котором мы живем, и, конечно, думать о наших детях, и, конечно, думать о себе, да, друзья, потому что что-то действительно может происходить с нами, может быть, что-то фундаментальное, друзья, вот из себя, вот своей сущности мы уже с вами теряем. Вот, ну, с тем, что нам приходится жить вот в этом обществе, что Бог сохранил нас с вами, а то, чтобы поменялось вот какое-то отношение к Библии, к Священному Писанию. Но, друзья, вот сегодня я хочу продолжать говорить о христианской жизни, именно о христианском характере. И, знаете, вот думая о христианской жизни, мы иногда с вами представляем ее в виде свода правил, вот которым нужно, по которым нужно делать одно или не делать другого. Интересно, что Священное Писание представляет поведение христианина, ну, не совсем так. Для Библии очень-очень важно преображение характера. Вот когда мы с вами думаем о преображении характера, ну, и получается, что вот точно так же, как нужно тренировать свое тело, если вы хотите стать хорошим спортсменом, или тренировать определенные мышцы и приемы, если вы собираетесь стать музыкантом, ну, или учить словарный запас, если вы изучаете новый язык. Вот точно так вот с характером и с поведением. То есть есть определенные навыки, которые необходимо постоянно практиковать. Ну, и дело не в том, чтобы сделать себя лучшим человеком. Вы знаете, вот эта вот идея, библейская идея формирования характера, она все-таки выводит человека за пределы собственного стремления к самосовершенствованию. Друзья, вот эта вот идея формирования характера в Священном Писании – это часть Божьего дара через Евангелие. То есть это то, что Бог дает нам через Евангелие. А больше того, вот преображение характера нашего с вами – это не то, что мы должны делать в одиночестве. В основе любого изменения и преображения лежит любовь, кротость, милосердие. То есть такие вещи, которые невозможно делать в одиночку. То есть их нужно делать вместе с другими людьми. Но вот странная вещь, друзья, которую иногда в нашем мире тоже очень трудно уловить. Когда Священное Писание говорит о Святом Духе, и когда Священное Писание говорит о действии Святого Духа через Евангелие, вы знаете, Писание говорит о том, что мы с вами, вот когда действует Дух Святой в нашей с вами жизни, мы с вами становимся более человечными, а не менее человечными. То есть мы становимся больше похожими на человека, а не меньше. То есть духовный человек, вводимый Духом Святым по Священному Писанию, друзья, он сильно похож на человека, но не наоборот. Наши способности расширяются, и мы получаем возможность думать о том, что мы делаем, и делать выбор, который на самом деле постепенно преобразует наши характери. Итак, вот что мы с вами имеем в Новом Завете, друзья? Ну, в целом, это преобразование характера под воздействием Евангелия в Святом Духе. Преобразование, которое позволяет нам делать правильный выбор, постепенно усваивая сильные стороны христианского характера. Еще раз повторюсь, друзья, что очень легко начать думать, что если Святой Дух собирается сделать что-то во мне, то мне остается отстраниться и позволить Духу Святому делать это так, сделать это. Вы знаете, Бог хочет, чтобы мы с вами были людьми, а не марионетками, настоящими человеческими существами, которые все обдумывают и принимают настоящие решения, а не соломинки на ветру, которые можно пустить то в одну сторону, то в другую. И может быть, друзья, вот часть проблемы современного христианства заключается в том, что вот разговоры о свободе Духа Святого, о благодати, которая сметает вас с ног, исцеляет и преображает ваши жизни, она порождает предположение, что чем более ты духовен, тем меньше тебе нужно думать. Согласно Нового Завета, друзья, чем более истинно духовным вы являетесь, тем яснее, точнее и тщательнее вы будете думать. В частности, думать о том, какой является конечная цель вашего христианского пути, ну и, следовательно, какие шаги вы должны предпринять, какие привычки приобрести в рамках вот пути к этой цели прямо сейчас. Таким образом, ясное, христианское мышление – это ключевой элемент преобразования нашей с вами жизни, а то, что приводит в движение остальные части этого процесса. А вы знаете, Священное Писание подчеркивает, что все христиане, они призваны осмысливать происходящее. Вот, если вспомните послание к римлянам, где Павел говорит, «Каждому из вас говорю, 12 глава, думайте о себе». То есть каждый из нас, друзья, призван думать что-то о себе. Однако, каждый человек должен обдумывать свою жизнь индивидуально, потому что именно осмысление происходящего, оно меняет жизнь, тело Христово. Наши рассуждения о разуме и обновлении подводят нас с вами к такому сложному, ну и вы увидите, деликатному вопросу, именно как совесть человека. Ну и сегодня вот несколько мыслей о том, какой является роль совести в формировании христианского характера. Ну, чтобы ввести в вас эту тему, друзья, послушайте, пожалуйста, несколько ключевых моментов. Давайте вспомним апостола Павла, которого судят. На данный момент это иудейский совет в Иерусалиме, суд за подстрекательство к мятежу, 23 глава книги Диане Апостола, 1 стих. Послушайте, что заявляет апостол Павел. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил перед Богом до этого дня». Ну, другими словами, всю жизнь Павел сохранял свою совесть в добром состоянии, и он продолжает это делать даже сейчас, когда стал христианином. А первосвященник в ответ на эти слова апостола Павла, он велит его ударить по устам. А за то, что он, ну, осмеялся сказать такое. Через несколько дней апостол повторяет то же самое перед другим правителем. 24 глава 14-16 стихи. «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Поэтому и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и перед людьми». То есть, другими словами, вот апостол Павел, ну, всегда внимательно следил за состоянием своего ума и сердца. А именно выискивая вот такие моменты, в которых совесть его обвиняла или упрекала. Мы даже можем заметить такой интересный практический момент, друзья, вот этот пример. Знаете, вот эта вот гневная реакция на приказ первосвященника ударить его по губам. То есть, когда Павла ударили по губам, он ответил гневно, он обратился вот к человеку, который дал это повеление и говорит, «А Бог будет бить тебя, стена подбеленная, ты сидишь, чтобы судить по закону, вопреки закона велишь бить меня». И вдруг люди, они оживают вокруг, говорят, «Павел, ты вообще знаешь, с кем ты разговариваешь?» «Ты разговариваешь с первосвященником». Друзья, помните, друзья, апостол Павел попросил прощения. То есть, Павел попросил прощения и говорит, «Братья, я не знал, что это первосвящение». То есть, вот как работала его совесть. Вот на данный момент он понял, что сделал неправду и попросил вот за это прощение. Та же самая перспектива, друзья, она возникает, когда мы читаем его послание. Давайте еще вот несколько примеров с вами рассмотрим. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 3-5 стихи. «Для меня очень мало значит, что судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, тем не оправдываюсь, судья мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога». Посмотрите, друзья, его рассуждения. То есть, Павел ничего не знает против себя самого. То есть, другими словами, у него нет ничего на совести. Вот в связи с тем, с его служением в Коринфе. Вот однако, вот он понимает, что есть и очень важное место занимает последний суд, на котором будут раскрыты тайны, темные тайны, и обнаружено намерение сердца. То есть, совесть, по мнению апостола Павла, может не светить достаточно ярко, чтобы осветить то, что обнаружится в последний день. А дальше, в начале второго послания Коринфянам, ослужение Павла вновь оценивается его собственной совестью. «Ибо похвала наша сия есть, свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богугодной искренности, не в плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно у вас». То есть, снова Павел смотрит в свое сердце, насколько это возможно было увидеть, и заявляет, что во мне нет ничего постыдного. И действительно, вот в данном случае, друзья, совесть не просто оправдывает его от возможных обвинений, совесть даже хвалит его. Совесть свидетельствует, что в поступках проявилась не только его человеческая мудрость, но вот и даже благодать Божия. Таким образом, Павел, похоже, имеет четкое представление о том, что такое или чем может быть наша с вами совесть. Внутреннее свидетельство, голос внутри самого себя, оценивающий нравственную ценность сделанного и, может быть, даже возможно того, что еще может быть сделано. И вы знаете, вот вопрос совести, вот мы с вами видим этого человека, да, друзья, вот посмотрели со стороны, да, то есть для него это в порядке вещей. То есть о своей совести он говорит запросто. Перед Синедрионом запросто, перед Каринфиной запросто, то есть для него это просто в порядке вещей. Интересно, что, друзья, мы читаем Новый Завет и находим других людей, которых не было так легко совестью, как это было апостолу. А первое послание Каринфинам, 8 глава, 7 стих. Не у всех такое знание. Некоторые до ныне с совестью, признающую идолов, едят одложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощно, скверняется. Мы замечаем, как в человеке происходит колебание совести. А вот когда люди искажают свою, вот Богом данную, человеческую сущность через поклонство, совесть, получается, что тянется то в одну, то в другую сторону. Сначала она одобряет эти действия, а потом признает идолов. Да затем, после обращения к Иисусу Христу, эта же самая совесть, она приходит в ужас от самой мысли об идолах. Знаете, друзья, Павел понимает, что вот человека вот с такой немощной совестью необходимо научить, проинформировать. А научить человека монотеизму, то есть он продолжает и говорит, что существует только один Бог. Об употреблении в пищу идоложертвования мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые Боги на небе или на земле, так как есть много Богов и Господ много, но у нас один Бог-Отец, из Которого все и мы для Него, один Господь Иисус Христос, с Которым все и мы им. То есть вот проинформированная совесть приведет человека к пониманию, что все мясо создано Богом и поэтому пригодно для употребления в пищу. Друзья, вот однако, обратите, прошу вас на это внимание, как бы странно это ни звучало, Павел настаивает на том, что если у христианина слабая совесть, немощная совесть в отношении таких вещей, совесть, обусловленная его пребыванием в мире идолопоклонства, то мнение даже такого человека следует уважать. «Берегитесь, однако же, чтобы вот ваша свобода не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть доложертвенное, и от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос, согрешая таким образом против братьев, уязвляя или нанося рану немощной совести их, вы согрешаете против Христа». Интересно, что вот апостол Павел не стал бы переступать через угрызение чужой совести. Почему, друзья? Ну, предположительно, потому что, сделав это, вы просто-напросто уничтожите нравственный компас человека. И Павел не желает ранить вот эту немощную совесть ближнего, хотя он продолжает, но пытаться научить эту совесть, научить христиан размышлять над вопросами, а пытается научить приходить к иному мнению. То есть он продолжает это делать. Вы знаете, все это говорит о том, что для него внимательное отношение к совести ближнего, по крайней мере, в некоторых вопросах, важнее, чем мгновенное нахождение правильного решения. Согласитесь, друзья, не все так просто. Даже в Новом Завете, даже апостол Павла и все так просто. Вы знаете, вот однако у Павла проявляется вот эта вот мудрость, мудрость благочестивого человека. Ясное понимание того, что, когда мы рассматриваем внутреннюю структуру христианина, чей характер формируется Святым Духом, друзья, просто-напросто необходимо. Мы должны учитывать совесть. Совесть, которая нуждается не только в воспитании, но и в прислушивании. Цель увещевания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицимерной веры. Вы знаете, есть библейский текст, в послании к Тимофею, который говорит о том, что просто-напросто или просто так, простите, нельзя отвергать совесть. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и снова добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение веры». То есть в любом случае, друзья, чтобы мы с вами не думали о совести, совесть необходимо беречь. Даже если она нуждается в тренировке, даже если она вполне не до конца разбирается в вопросах, даже если она дает ложные сигналы, совесть необходимо беречь. Действительно, Павел считает, что когда он сам проповедует или объясняется с одной из своих церквей, он обращается не просто к разуму язычников, слушателей, а именно к их совести. То есть что-то есть внутри, как, может быть, сейчас слушаете меня, друзья. Внутри есть что-то, что должно дать нравственное, а также интеллектуальное одобрение сказанное. Ну, я понимаю, друзья, что о совести могут быть разные мнения, что такое совесть, как она действует, что она может значить и чего она не значит, может, всегда ли ей можно доверять, и что немаловажно, друзья, какой вес придавать совести, когда вдруг она вступает в противоречие с какими-то другими авторитетами. Ну, подчеркну общее. Следующим образом, апостол Павел предвидел последний день, когда Бог будет судить все тайны всех сердец. И Павел понимает, что частью надлежащей подготовки к этому дню является сохранение доброй совести. А больше того, друзья, Павел дает возможность людям сохранять добрую совесть даже в тех случаях, когда совесть нуждается в дополнительном воспитании или даже перестройке. Итак, нравственное самопознание – это важный элемент формирования нашего нравственного облика. Другими словами, друзья, это часть того механизма, который в настоящем позволяет нам стать теми, кем мы будем в будущем. И что замечательно, друзья, вы знаете, что все-таки совесть, она присуща всем людям. Она присуща иудеям, она присуща язычникам, она присуща христианам. То есть она является частью вот универсального человеческого характера, подвержена тем же проблемам, что и другие аспекты человеческой жизни. Но, тем не менее, друзья, совесть нужно уважать. К ней нужно обращаться, в конечном счете приводить в соответствие с Евангелием. Ну, еще несколько примеров, друзья, вот именно в этом вопросе. Примеры следующие. Позвольте вот обратить ваше внимание на то, как Павел заботился о нравственном состоянии церквей. Ну, вот и не просто каких-то устоявшихся церквей, а именно молодых церквей. Послушайте его молитву на обращенных к церкви из города Колоссы. Пославание Колоссе нам 1 глава с 9 стиха. «Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляя всякую силу и по могуществу славы во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Ну, это такая, знаете, обобщающая молитва, в которой, в принципе, уже изложены многие темы, ну, всего послания, последующего послания. И Павел сначала молится о том, чтобы его слушатели пришли к определенному пониманию, а затем излагает вот свое понимание более подробно, надеясь, что все-таки вот остальная часть его письма станет частью средства, с помощью которого Бог ответит на его молитву. Обратите внимание, друзья, познание Бога. Оказывается, в этом вся суть. Знать Бога, знать Его волю, знать, что Он хочет для тебя, и прийти к этому знанию через всякую премудрость и разумение духовное. И для этого молодым христианам нужна сила, которая тоже исходит от Бога. Однако и в себе нужно развивать терпение, стойкость, радость и благодарение. И давайте мы снова спросим у апостола Павла. Павел, для чего все это? То есть ради чего все вот так вот сложно? Ради чего познавать Бога? Ради чего укрепляться силою? То есть для чего все это нам нужно, друзья? Интересно, вот все это благодаря, друзья, или ради надежды, которая возложена на нас? В надежде на уготованное, приготовленное вам на небесах. Перед нами открывается цель. Надежда, уготованная на небесах. И все, что мы с вами делаем, мы делаем в свете именно этой надежды. И когда Бог дает время жизни, его необходимо потратить для того, чтобы в себе развивать те добродетели, которые соответствуют этой цели. И путь к этой цели, он лежит через обновление разума. Чтобы наш с вами разум был полностью задействован, вот размышляя о том, что включает в себя христианское поведение, какие мышцы необходимо развивать для достижения этой цели. Знаете, Писание говорит, необходимо общение, необходима любовь, молитва, взаимная христианская поддержка, друзья. И самое главное, должно быть постоянное, свежее Слово от самого Господа. Слово Христово. Да вселяется в вас обильно. Со всякой премудростью. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах вашего Господу. То есть, друзья, Павел имеет в виду богатое, взаимное служение Слова. Слово, где Слово преподается, где Слово поется, где Слово рассказывается и пересказывается. И цель состоит в том, чтобы умы и сердца христиан пробудились к Евангелию. Вот к этому призванию отображать образ Бога. То есть, есть новые привычки, которые необходимо приобрести, и есть старые привычки, от которых необходимо отказаться. учиться думать о нашем будущем, о том, каким должен быть путь к этому будущему. То есть, обдумывание своих поступков, друзья, это ключевой элемент преображения. Но теперь я прошу вас, давайте мы с вами возьмем крайности. Ну, забудьте, прошу вас, все, что было сказано выше. Мы просто заполним жизнь верующего человека правилами. Обычно, друзья, если это правило, то правила выполняются бездумно. Опять же, во избежание недоразумений я не говорю, что правила не важны или не нужны в жизни верующего человека. Просто правила не являются ни отправной точкой, ни пунктом назначения. Если ты усвоил правила, в принципе, тебе больше не нужно думать. Однако, друзья, есть порядок вещей, которые рушатся. Если ум ослаблен, то человек не является полноценным и истинным человеком. Отчасти потому, что вы не понимаете цели, не понимаете пути к цели. Ну, как пример, возьмите, пожалуйста, любой вид спорта, популярный в нашем городе, там, футбол. Да, вы можете выучить десятки разных приемов. Но вот настоящим игроком вы станете только тогда, когда обретете инстинкт игры. Точно так же, друзья, кулинария. Вы можете просмотреть тысячи пошаговых рецептов. Но поверьте, у вас не получится приготовить плов по рецепту. Правила не дают четкие ответы на многие неожиданные ситуации. Человек, опирающийся на правила и столкнувшийся с проблемой или дилеммой, должен думать на месте, какое правило сейчас. Братья и сестры, мы с вами призваны становиться зрелыми христианами. Христианами, чей характер сформирован сознательным выбором и привычкой, независимо от того, есть время для размышлений или этого нет. Это кажется очень сложно, друзья. Но, вы знаете, именно так воспринимали учения писания язычники, которые обращались в христианство. Дело в том, что наобращенный, то, о чем писал Павел, представьте, что это все слышат язычники. Дело в том, что они никогда раньше не видели никого, кто бы жил так, как жил Павел. И именно поэтому часто Павел оставлял себя как в пример либо себя, либо своих сотрудников. «Умоляю вас, подражайте мне, как я Христов». То есть, почему Павел так говорит, друзья? Вот в том мире не было никого другого, кто бы жил так, как жили апостолы. Не было такой жизни, которую можно было бы заметить, о чем говорил апостол Павел. То есть, поэтому Павел говорит, вот смотрите на меня, или он говорит следующее. «Для того я послаю к вам Тимофея, моего возлюбленного верного в Господе Сына. Он напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу во всякой церкви. Будьте подражателями мне, как я Христу». Вы знаете, то есть, на протяжении всех этих отрывков Павел говорит о том, что существует новый образ жизни, вот которому теперь приверженцы последствия Иисуса должны будут подражать и следовать за этим образом жизни. Ну и последняя самая деталь. Вы знаете, что интересно опять, если говорить о характере человека, о преображении характера человека. Странно, да, опять, но все-таки он включает в себя страдания или скорби. Преображение характера. Странно, друзья, но все-таки оно включает в себя страдания и скорби. А сегодня люди часто говорят, если то, что ты делаешь, не приходит само собой, значит это неправильно. А в жизни христианина все должно быть естественно. То есть, в противном случае нам говорят, что это лицемерие. Ну, друзья, нет, не совсем так или совсем не так. Писание говорит, всегда будет борьба. И то, что приходит само собой, друзья, в принципе, это конец процесса, а не начало. А христианский характер вырабатывается в борьбе. То есть, почему, как вот к такому мнению пришел, мог прийти приорапостол Павел? То есть, что могло подтолкнуть на такие рассуждения? Ну, во-первых, друзья, это страдания самого Мессии. А во-вторых, конечно, вот те страдания, которые Павел причинил церкви, а затем и сам подвергся этим страданиям от рук ревностных иудеев или от языческих там властей и толпы. Ну, подумайте о первых христианах. Вот их жизнь часто шла вразрез с ожиданиями мира. И они часто сталкивались с подозрительностью, враждебностью и с различными формами нападок. А вот, ну, библейский отрывок, который мы с вами будем заканчивать, послание к Римлянам, 5 глава, 1-5 стихов. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями. Зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась сердца нашей Духом Святым, данным нам. А мы с вами видим, друзья, что все-таки Павел включает страдания не только в общее утверждение о страданиях со Христом, чтобы прославиться вместе с Ним, но и вот это вот замечательное, почти уникальное утверждение формирования характера. И он говорит, что страдания порождают стойкость или терпение. Стойкость порождает опытность или характер. Интересно, вот это вот слово «опытность» – это не просто характер, друзья, а характер, испытанный и доказавший свою состоятельность. Характер порождает надежду, надежду, которая не разочаровывает. Вот, дорогие друзья, мы сегодня рассуждали о нашем нравственном самопознании, о том, как формируется христианский характер, ради чего он формируется. Мы живем ради цели, ради надежды, которая приготовлена нам. И обновление ума занимает важное место в этом процессе. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. У кого желание помолиться, пожалуйста, помолитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА